Сбор кровососущих насекомых. Известно, что некоторые болезни переносят клещи, только клещей в тундре нет. А вот болезни у оленей есть. Несмертельные, но неприятные. Возможно, виновник где-то здесь. Это лишь малая часть того, что интересует ученых. В Тюмени и Санкт-Петербурге независимо друг от друга запустили проекты по изучению генетики северных оленей. Научный десант один из самых представительных. Два кандидата, доктор наук и академик. Все участвуют в сборке своеобразной полевой лаборатории. Кораль не совсем обычный. Вот сетка. А за таким вот полотном будет своеобразный процедурный кабинет. Олени максимально изолированы от внешних раздражителей. И, как для любых пациентов, для них главное не волноваться. Ямальская опытная станция Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Здесь около полутора тысяч оленей. Около 900 из них государственные. Остальные принадлежат частникам, которые пасут все стадо. Рутина – это поставить бирки, сделать прививки от сибирской язвы, пересчитать и осмотреть оленей. А это уже срез с молодого рога. Биоматериал для исследований. Каждую пробу помечают. То есть я сейчас делаю 37. Академик Касим Лайшев берет анализ крови. Особо интересуют бесплодные важенки. А причины, по словам ученого, как раз в наследственности. Там же ключи к иммунитету. Вот одна из типичных проблем. Олени постоянно в движении, а чтобы попала инфекция, может хватить небольшой раны. Все манипуляции, само собой, под местной анестезией. Северное оленеводство – очень сложная отрасль сельского хозяйства. Она ни на что не похожа. Здесь как раз перекрестье. Мы вроде бы занимаемся сельским хозяйством, но на самом деле мы способствуем сохранению и, надеюсь, развитию традиционного образа жизни и того уклада, которому уже несколько тысяч лет. Тем не менее, в планах оценить возможности квадрокоптеров для поиска и учета оленей. А уже сейчас Академик Лайшев делает фото. Один из его проектов связан с распознаванием особей с помощью нейросетей. Очень удобно, потому что ты приезжаешь не к частнику, где хозяин сам уже допускает оленей к оленям, не допускает к оленям. Бывают и такие случаи. А здесь уже как-то это оленя, которые специально выпасаются для проведения исследований. Технологии, в том числе рекомендации по скрещиванию, планируют подготовить под ключ. Если хозяйство или частники решат их внедрять, авторы будут готовы провести консультации. Александр Ребека. Программа «Время Ямала». Приуральский район.